Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. На улице Лемешко был торжественно открыт сквер имени легендарного озеленителя нашего города. Очень радостный день, потому что я хорошо помню, что здесь было. Здесь стояла электрическая будка, брошенная, где жили бомжи, была антисанитария. К 90-летию Ленинского района в сквере «Юность» появилась новая выставка, посвященная истории муниципалитета. Мы постарались выбрать крупные такие моменты, которые были для нашего района значимыми. Праздник книги как приглашение записаться в библиотеку от сотрудников учреждения. И вот на каждом этаже у нас тоже есть квартирки, в каждой квартирке живут книжки. Сегодня на улице Лемешко был торжественно открыт сквер имени легендарного озеленителя нашего города – Тимофея Игнатьевича Лемешко. Тихий и уютный уголок станет еще одним любимым местом горожан. В этом уверен глава Ленинского района Валерий Венцель, по чьей инициативе был создан сквер. Татьяна Брылова побывала на открытии. Десятки видновчан и жителей других поселений собрались на открытии сквера, всего за несколько недель созданного на неприглядном месте в старой части города. Так решено было увековечить память легендарного земляка, известного в видном озеленителя Тимофея Игнатьевича Лемешко. Первым поприветствовал участников события глава муниципалитета. Именно он был инициатором появления этого уютного уголка. Сегодня мы действительно радуемся, когда проходим по этим замечательным улицам, по улице Лемешко, по улице Гаевского, по улице Садовой. Радуемся за то, что сохранилась эта замечательная инфраструктура. Тимофея Игнатьевича уже больше 50 лет нет в живых. Но его имя навсегда останется в истории видного, в названии улицы и сквера, в тех добрых и важных делах, которым Лемешко посвятил свою жизнь. Очень радостный день, потому что я хорошо помню, что здесь было. Здесь стояла электрическая будка, брошенная, где жили бомжи. Была антисанитария. Любая площадка – это уже хорошо. Можно прийти сюда из сферы потанцевать. Александр Токарев – москвич, но приезжает в Винное к родным. Появление такого местечка очень порадовало гостя нашего города. Узнал, что такое Лемешко. Увидел, что яблони цветут теперь в городе Виндом. И мне тоже приятно. Буду чаще ездить в гости теперь. Кульминацией события стало снятие белого полотнища, скрывающего информационный стенд. В этом участвовали все, благодаря кому появился в нашем городе новый сквер. Один из них – руководитель территориального общественного самоуправления «Старый город» Александр Баюклин. Конечно, украсит. Не знаю, насколько, но трансформаторная будка, которая здесь жила много лет, из которой местные жители боролись, наконец ушла. И вот, слава Богу. На информационном стенде изображены парки и скверы города Винное. Многие из них были созданы благодаря первому озеленителю нашего города – Тимофею Игнатьевичу Лемешко. Сквер, по словам его создателей, еще продолжит совершенствовать. Сегодня здесь зеленеют недавно посаженные деревца яблони, голубые ели, кустарники. А вскоре появятся скамейки. И сюда, несомненно, будут приходить люди. На память о торжественном событии его участники сделали фотографии. Когда-то и они станут историей нашего видновского края. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ. К 90-летию Ленинского района и Московской области в сквере «Юность» открылась новая фотовыставка, посвященная истории муниципалитета. 46 фотографий, по которым можно проследить этапы развития видновского края. Возможность одними из первых посетить экспозицию выпала журналистам телеканала «Видное ТВ». О своих впечатлениях расскажет Юлия Пагасьян. Сквер «Юность» давно стал местом притяжения людей, интересующихся историей родного края. Ведь здесь силами краеведов регулярно выставляются фотографии, рассказывающие о Ленинском округе. Новая выставка охватила временной период почти в век, а именно 90 лет – время существования Ленинского района. Четыре стенда, на которых организаторы постарались отобразить самые яркие моменты развития муниципалитета. Открывает экспозицию изображение карты района до 65-го года, еще до реорганизации Москвы и области. На этом же стенде в основном военные фото. Выставка очень интересная, выставка полезная как и для детей, так и для взрослых, чтобы все видели, каким был наш район, каким он стал и каким он будет. Второй стенд отобразил период начала развития района, в частности строительства коксогазового завода. На следующем – время урбанизации, на замыкающем – современность. Над экспозицией сотрудники историко-культурного центра работали несколько недель. Все фото выставляются впервые. Часть снимков взята из районных архивов, другая предоставлена местными жителями. Конечно, день за днем мы не отразили, это тяжело, потому что предприятий было много, сельхозпредприятий было много, и на каждом предприятии что-то делалось. Но мы постарались выбрать крупные такие моменты, которые были для нашего района значимыми. Валентина Коновалова в Видном живет почти полвека. Строила город, что называется, своими руками. Знает здесь каждую улицу, любит поселение всем сердцем. Она одна из первых ознакомилась с выставкой, которая вызвала у нее слезы. Люди неповторимы. Прошу вас, умоляю, историю держите, как зеницу ока, не выпускайте, иначе народа не будет, нашей молодежи. Не забывайте нашу историю и наших великих, дорогих ветеранов, которые нам дали это солнце, это небо и наш город видное в том числе. Фотовыставка в честь 90-летия Ленинского района и Московской области в сквере «Юность» продлится до конца октября. Успейте познакомиться поближе с историей родного края. Юлия Пагасян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого. Накануне празднования 90-летия Ленинского района мы пригласили в студию главу городского поселения Видное Моисея Шумаилова. Здравствуйте, Моисей Исакович. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, уважаемые жители, телезрители, гости Ленинского района. И, безусловно, города Видное. В этом году все основные мероприятия пройдут на стадионе «Металлорг». Расскажите вкратце о программе праздника. Много новинок, насыщенный день. Мы, как всегда, вот есть такая традиция, как утром в главном храме нашего города, святого Георгия Победоносца на советском проезде, будет совершен молебен. Ну, сначала там есть целая процедура, литургия, а потом праздничный молебен в честь события, связанных с 90-летием района и города, и в 10 часов утра, и в дальнейшем в 11.00 на площади. Эта традиция у нас была. Конечно, она, к сожалению, не соблюдается ежегодно, но, тем не менее, вот по таким знаковым событиям, как юбилей, мы проведем шествие. Шествие учащихся, организаций, предприятий, учреждений, жителей, предприятий, организаторов. Вот все, кто у нас изъявил желание, это около 5000 человек по улице Заводской с выходом на Советскую площадь, мимо трибун и на стадион. Вот такое шествие. А тут начинается самое интересное. Почему? Потому что на площадке автостоянка на Садовой, где обычно либо паркуются те, кто приезжает на мероприятия на стадион, либо проходят учебные тренировки, картинг-секции, там жителей ждет интересная выставка. Авто, мототехника. Дальше идем на стадион, и тут с правой стороны, в ходу в Березовую рощу, несколько площадок будет. Надо сказать, что всего у нас около 30 интерактивных площадок. Свыше 50 предприятий будут участвовать в выставке на стадионе. Будут рестораны, дворик, фуд-зоны, фуд-корты, фуд-траки. То есть это будет необычно, потому что мотобольное поле будет полностью занято. При входе на стадион с левой стороны, как идти к мотобольному полю, все это пространство будет в выставке и ресторанной дворике. В самом мероприятии, вот я сказал про площадки, но надо сказать, что днем будет программа «90 лет на бис». Торжественная часть, где выступает глава района. Я буду выступать потом в вручении наград. Это лауреата наши, почетный житель, вновь избранный. Ну, все как положено. И вот дневная программа «90 лет на бис». Но это будут творческие коллективы Ленинского района. А завершится все традиционным концертом? А завершится, конечно, будет небольшой технический перерыв с 3 часов до 7. И в 7 часов в 19.00 мы начинаем большой галоконцерт с участием известных артистов российской эстрады. И вот здесь в полную мощь будет работать сцена, все его элементы. Ну и, конечно, традиционно все это завершится праздничным фейерверком. Секреты из концерта мы уже не делаем. Газета публиковала, в сетях есть, на сайтах есть. Да, действительно, мы постарались учесть различные группы возрастные, интересы. Поэтому у нас есть и что-то связанное с 80-ми годами, 90-ми. Современные вот несколько исполнителей. И завершает тоже вот звезда российской эстрады. Вот, так сказать, слава такая певица. Спасибо большое за то, что вы пришли и дали нам эту информацию. Я напомню, что у нас в гостях был глава городского поселения Видное Моисей Шамаилов. В библиотеке поселка Развилка привычная тишина читальных залов была на несколько часов нарушена. Здесь прошло мероприятие с говорящим названием «Запишись в библиотеку». Впрочем, шумно и весело было не только внутри, но и снаружи учреждения. Как привлекали посетителей и прохожих в ряды читателей, узнал Максим Козлов. На площадке перед библиотекой беззаботно веселится детвора и с интересом посматривает на стенды и столы, которые появляются на улице. Интриги добавляет веселая музыка, звучащая из колонок. Наконец появляется ведущая в русском народном наряде и начинаются игры. Сначала небольшая викторина, посвященная, собственно, книгам и героям сказок. И на мачеху стирала, и горох перебирала, по ночам при свечке, а спала у печки. Хороша, как солнышко. Кто же это? Золушка! Но цель всех этих развлечений вовсе не праздная. Здесь проходит мероприятие под названием «Запишись в библиотеку». Таким образом работники заведения пытаются познакомить ребят с миром чтения. В настоящее время в Развилковской библиотеке хранится около 16 тысяч книг. Конечно, до Ленинской далеко, но для поселкового заведения цифра весьма солидная. Работа в библиотеке – дело хлопотное и совершенно неприбыльное. Но люди, которые трудятся здесь, влюблены в свою профессию и стремятся поделиться книгами с как можно большим количеством людей. Поэтому и организуют подобные праздники. А вы записались в библиотеку? Главная цель подобных мероприятий – разрушить уж очень живучий стереотип, что библиотека – место тихое и в целом скучное. О Развилковском учреждении такого точно не скажешь. Помимо проведения различных мероприятий, сотрудники библиотеки за полгода работы выдали около 25 тысяч книг. «Что такое библиотека без читателя?» «Это просто пустое помещение. А библиотека с читателем – это библиотека, которая живет, которая растит читателя, которая воспитывает ребенка, человека и взрослого человека в культурной среде». Продолжается праздник под названием «Запишись в библиотеку». Внутри помещения для всех пришедших, а это посетители до 8 лет, сотрудник проводит небольшую экскурсию. «У нас большие стеллажи, они похожи на большие дома. Правда, многодолженно?» «Я вижу так». «И вот на каждом этаже у нас тоже есть квартирки, в каждой квартирке живут книжки». Надо отметить, что в Развилковской библиотеке в настоящий момент зарегистрировано более 2,5 тысяч читателей. Это каждый пятый житель Развилки. Тем не менее, акции, носящие название «Запишись в библиотеку», проводятся здесь на постоянной основе. Стать читателем библиотеки проще простого. Для этого не нужно регистрироваться на сайте Госуслуг и собирать огромное количество документов. Все, что вам нужно – паспорт. Здесь вы получаете – спасибо большое – вот такой формуляр читателя. Здесь нужно заполнить нехитрые строки, фамилия, имя, отчество, год рождения, паспортные данные. И вы – полноценный читатель библиотеки. Здесь же для гостей организован мастер-класс. Подобные мероприятия также организуют здесь весьма часто. В этот раз своими руками все желающие могли изготовить важную и нужную вещь – закладку для книги. Начался новый учебный год, школа. Соответственно, мы находимся в библиотеке. И думаю, это необходимо. Основной контингент читателей, приходящих сюда – жители развилковского поселения старше 50 лет. Но благодаря образовательным программам, активному взаимодействию библиотеки с учебными заведениями, многие молодые люди также становятся постоянными посетителями читального зала. Запишись в библиотеку. Уже в субботу Ленинские районы Московской области отметят свое 90-летие. А на день рождения принято дарить подарки. Поздравить жителей муниципалитета с этим событием решил салон красоты, недавно открывшийся в Видном. Подробности у нашего корреспондента Екатерины Борисовой. Салон Нина Торос на завидный 10 еще совсем молодой. Он открылся всего три месяца назад, но уже завоевал популярность у видновчанок. Я собрала у нас самых лучших мастеров. Колористов, парикмахеров, визажистов, косметологов, также маникюрщиц, педикюр. И у меня работают самые лучшие мастера. Но по ценам у нас по городу самые доступные цены. Цены здесь и правда вполне демократичные. Мастера умелые, до интерьера радует глаз. Любая золушка, забежав на маникюр или педикюр, в таком царском бархатном кресле почувствует себя королевой. Я тоже не удержалась и решила сделать себе маникюр с покрытием шелак. А в чем секрет идеального маникюра? Для идеального маникюра надо делать идеальную очистку ногтей. Кутикулы снимаем. Надо обезжирить обязательно ноготь. Без этого никак. Надо цепление и надо, чтобы гель-лаки были хорошие. Владелец салона Нина Торрес говорит, что хотела создать место, куда смогут приходить все. От студенток до пенсионерок. Ведь женщина в любом возрасте хочет быть красивой и ухоженной. К нам ходят бабушки, которые обожают наше шампанское, которую мы угощаем. Их, да, они часами сидят на педикюре и никуда не хотят уходить. Наша клиентская база – это многодетные мамочки. Их очень много видно. Здесь можно получить полный комплекс услуг красоты. Сделать маникюр, педикюр, стрижку, укладку и окрашивание. Посетить бровиста, визажиста и косметолога. Попариться в кедровой бочке, а после сделать пилинг или обертывание. Квалифицированный и приветливый персонал все расскажет и покажет, чтобы клиент остался доволен. Обожаю просто работу с клиентами. Нравится рисовать дизайны. Просто рисовать на ногтях, от чего я получаю удовольствие. Ну, в принципе, это общение с разными людьми. Всегда интересно всех слушать и всем делать красоту. Салон очень понравился. Я здесь первый раз. Обслуживание очень хорошее. Особенно персонал, девочки очень приятные. Подписалась в Инстаграме. Просто увидела очень хорошую работу и мастера Ливона. И сразу же записалась на прием. И да, самое главное. К 90-летию Ленинского района салон красоты Нина Торрес приготовил жителям подарок. 15-процентную скидку на все виды услуг. Достаточно назвать кодовую фразу «90 лет» или «День рождения района». Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. В субботу итоговые новости выйдут в 18.30. А сразу после них трансляция вечернего праздничного концерта со стадиона «Металлург». Не пропустите. А я прощаюсь с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин